Добрый день, друзья! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня поделюсь с вами рецептом очень вкусного и красивого рулета. Для начала приготовим бисквитное тесто. Для этого я возьму 200 грамм шпината и 100 миллилитров растительного масла. Всё хорошенечко перебиваю блендером до однородного состояния. Шпинат можно брать как замороженный, так и свежий. Далее взбиваю 3 яйца со щепоткой соли. По желанию добавляем немножко ванилина и сахар. Здесь у меня 150 грамм. Яйца необходимо взбить в очень пышную пену. Далее к яйцам добавляем перетёртый шпинат. И ещё раз хорошо взбиваем на маленькой скорости. Сюда же просеиваем муку 200 грамм. И добавляем 8 грамм разрыхлителя. И всё аккуратно перемешиваем до однородного состояния без комочков. Выливаем тесто на противень. Обязательно противень выстилаем качественным пергаментом. И разравниваем равномерным слоем по всей поверхности. У меня противень стандартный. Его размер примерно 30 на 40 сантиметров. Корж отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 15-20 минут. И приготовим ягодный конфитюр. Для этого я перетираю 150 грамм замороженной смородины. Перекладываю её в кастрюльку. К смородине добавляю 2 столовые ложки сахара. И 1 чайную ложку кукурузного крахмала. К крахмалу добавляю 1-2 чайных ложечки обычной прохладной воды, чтобы крахмал быстрее растворился и не образовывал комочков. Крахмал добавляю к ягодам и ещё раз всё перемешиваю. Отправляю на огонь и варю где-то 3-5 минуточек после закипания до загустения. Далее готовый конфитюр перекладываем в тарелочку, прикрываем пищевой плёнкой и его необходимо остудить. Бисквит готов. Готовность проверить бисквитом можно зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухой. И перекладываем бисквит на полотенце. Либо на чистый лес пергамент. Старайтесь бисквит не пересушивать на переделом духовке, так как он будет потом ломаться. Заворачиваем полотенце и вот в таком состоянии бисквит необходимо полностью остудить. В это время приступим к приготовлению крема. Я буду готовить крем из творога. Для этого беру 350 г творога, 50 г сахарной пудры, 50 г мягкого сливочного масла и добавляю 2 ложечки сметаны густой. Всё хорошо перетерываю блендером до однородного состояния. Немножко крема я откладываю для украшения. Крем можно брать абсолютно любой. Бисквит остыл, разворачиваем его и распределяем ягодную начинку. После ягодной начинки выкладываем крем и также его распределяем. У меня крем немножко сразу окрашивается, но я совершенно не расстроилась, так как это придаст рулету ещё более красивый разрез. И очень аккуратно и плотно сворачиваем рулет. После чего его заворачиваем пищу или пленку, либо в лист пергамента. И рулет в таком состоянии необходимо убрать в холодильник где-нибудь час, чтобы он хорошо охладился и держал форму. Готовый рулет необходимо украсить и можно нарезать на порционные кусочки. Такой рулет получается очень красивый. И совершенно не чувствуется, что он со шпинатом. Так как шпинат очень полезен, то будем его кушать хотя бы в выпечке. Если вам понравился рецепт, не забывайте подписаться на канал. Обязательно оценивайте его. До новых встреч и удачных рецептов вам на кухне!